Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Кэй! Кэйн танцует! Хе-хе-хе-хе Такой, эээ, что? Я так и знал, что этим дело кончится Так, они все меня толкают Я, в принципе, тоже могу их толкать, но... Но что толку? Мгм-гм Погодите, стоп Что-то происходит Пришла Аманда Остановитесь сейчас же Я говорила тебе Что он Человек из наших снов Про что ты говоришь, собственно говоря Я говорила тебе, что нам Тьфу, господи Что, короче, предсказано Что ты один из тех, кто предотвратит Наступление Великой Тьмы Я здесь не для того, чтобы бороться с Тьмой А почему бы... Почему вы, дети, вообще здесь находитесь? Мы живем здесь, конечно же Так же, как ты раньше жил здесь Тоже Нет, ну я не думаю, что я... По-моему, я рос в школе, а Айкин Наоборот, он не думает, что я рос в школе Айкин Но я никогда не был здесь Погодите, погодите То есть он рос в школе Айкин, но он не был здесь А, понимаю Понимаю, то есть Идея в том, что его, по всей видимости, здесь все-таки не было Он говорит, что я со знакома. Она говорит, что он был здесь. Значит, у него есть какая-то мерзкая вещь, которую он никак не может вспомнить. Понятно. Да, Каин, ты жил здесь. Это было очень давно. Разве ты не помнишь? Нет, я не помню. А ты откуда это знаешь? Ты еще не родилась, когда я был ребенком. Пойдем, я покажу тебе. Что ж ты мне покажешь, ее красоты? Они все пошли за ней из этой радужной комнаты. Надеюсь, в этой радужной комнате не было чего-нибудь супер нужного или интересного. Это мерзкое серое место. Мне гораздо больше нравилось, когда вокруг была радуга. Что ты мне показываешь этот угол? Там. А, погодите. Здесь что-то написано. Здесь, по-моему, даже написано Каин. Каин. Вот это вот Каин. А это Авель. Ё-моё. Жесть. Это ничего не доказывает. Любой из вас мог это сделать. Разве это место не кажется тебе знакомым? Ну да, возможно. Но это не значит, что я здесь был. Ты был рожден здесь, Каин. Намного раньше, чем дети завтрашнего дня. Ты был самым первым. Первым кем? Первым одаренным ребенком. Единственный, кто может спасти нас от наступающей великой тьмы. А шо еще за тьма такая? Мы знаем только, что великая тьма наступает на этот мир. И мы все, в конце концов, погибнем. И как я, собственно, должен это остановить? Найти тебе надо артефакт матери прежде, чем это сделает твой брат. Ты имеешь ввиду Авеля? Да, ты должен найти артефакт прежде, чем он сделает это. Иначе все пропало. Так, и где я могу найти этот артефакт? Не волнуйся, мать сообщит тебе. Отлично. Ну и что ж теперь? Ты должен посетить Натана в комнате на той стороне зала. Он немного упрям, но сможет помочь тебе. Ну хорошо, спасибо. Удачи, Каин. Да, зашибись. Почему он так легко ей верит? Что за бред? Такой, а, ну ладно, а, ну спасти мир. И как, собственно, спасти мир? А, ну понятно, ну зашибись. Ну только я пошел спасать мир. Ну, может быть, он реально увидел в этом что-то интересное. Да, вот здесь Каин, а здесь Авель. Я якобы могу это увидеть в более увеличенном виде, но поскольку у меня такое ужасное разрешение, которое все уменьшает, но, с другой стороны, пикселизацию она тоже уменьшает, что хорошо. Так, здравствуйте. Куда я пришел? И какого хрена? Это что, сок я? Не знаю, не могу ничего с этим сделать. Ой, извините, я не могу разговаривать. Я должна закончить запись детских тестов. Угу, зашибись. Я хочу, чтобы соседи... Чего, чего, чего? Соседний парнишка перестал подвергать меня психоанализу. Угу, понимаю. То есть, а возможно даже... Она говорит про меня и говорит про то, что я читаю ее мысли. Ну, не знаю, конечно, это... Эй! Они меня не пускают в радужную комнату, по крайней мере, не через эту дверь. Это обидно! А это что за дверь? О! 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 Может, она говорит про этого парня? Ну-ка. Мне ясно, что у этих детей есть проблемы с матерью. Ну, мать у них одна, это правда. Это моя мать тоже, насколько я понимаю. А может и нет. Ну, только поговорим. Жаль, у меня нет времени болтать с тобой. Я изучаю детские интеллектуальные... А, интерпретации чернильных пятен. Понимаю. То есть... Что вы видите? Это как тест Роршака. Что вы видите под этим пятном? Под этим пятном я вижу смерть! Типа того. О, блин, сюда я не могу зайти. Облом. А сюда? Сюда? Якова могу. Вау! Это телекинез. Тот самый телекинез, который я хочу. И, известно, хочу его. Эй! Эй! Как ты включаешь эти, собственно, штуки отсюда? Не знаю. У меня всегда был этот талант. Не можешь ты со мной поделиться этим талантом? Пожалуйста. Пожалуйста. Мне нужен твой талант. Блин. Эй! Меня зовут Джессика. Ты можешь мне помочь? Ну да, я думаю, да. Что ты желаешь, чтобы я сделал? Что ты хочешь мне сделать? Доктора забрали мою любимую игрушку и положили ее в соседней комнате. Они хотят, чтобы я достала ее, но я боюсь писем на полу. Чего? А, вот этих, что ли, которые здесь? Ты боишься... А, кстати, не писем. Леттерс. По-моему, букв. Букв она боится. А может и нет. Да, некоторые из них обижали меня. Но я не могу понять, которые из них. А зачем же им тогда делать такую гадость на полу? Потому что доктора хотят, чтобы мы знали дорогу, но они все время изменяют ее. И теперь я не смогу вернуть свою игрушку. Ну хорошо, я достану тебе твою игрушку. Правда? Ты сделаешь это для меня? Ну, думаю, да. Большое спасибо, я открою для тебя дверь. Какую дверь? А, пойдешь туда и откроешь для меня... А, вот эту как раз дверь в соседнюю комнату, я понял. Я понял. Блин, у этих детей, короче, их прогоняют по реально жестким тестам. Вы только задумайтесь об этом. То есть они что-то вроде подопытных кроликов, подопытных крыс фиговых. О, кстати, у меня наверняка есть эта штука, которая наверняка мне поможет. Ой, не эта штука. Вот эта штука. Которая наверняка мне поможет. А, да, все видно. Действительно. Как я и думал. Те, которые мигают, насколько я понимаю, подключены к электричеству. Здесь... О, черт! А, ты тоже мигаешь? Ну и, блин. Ну иди нафиг. Эй, у меня была такая же игрушка, когда я был ребенком. Погодите, что? А может, это реально моя игрушка, когда я был ребенком? Да нет, маловероятно. Не думаю, что они до такой степени издеваются над народом. Держи свою хрень. Моя игрушка, моя игрушка, ты нашел ее, спасибо. А, это была фигня. Ну, да, конечно, но без тебя я не получила бы свою игрушку. Я хочу кое-что дать тебе. Что это? Это подарок, который позволит тебе управлять вещами на расстоянии. Ты можешь попробовать его на моих этих самых переключателях, если, конечно же, хочешь. Благодарю. Да. Ты что, реально мне даже телекинез? О-о-о, я обожаю телекинез. Серьезно, я его очень люблю. Да-да-да, телекинез. Нужно срочно его поставить куда-нибудь сюда. Так. Где он? О-о-о, что мне не очень нужно? Мне вроде не очень нужен полет сейчас. И сюда. Вот это вот так вот так вот. Не знаю, у меня уже не хватает места. Уже надо бы делать группы. Но я их и сделаю. Но потом. Так. Ну-ка, ну-ка, телекинезик. Как мы можем им пользоваться? Та-дам! Здорово, не правда ли? Это ровно то, что мне нужно будет сделать там, где стоит тот парень. Я же говорил, что мне дадут такой талант. Я все помню. Что есть не очень хорошо, потому что гораздо лучше, конечно же, снимать игры, которые... Ни хрена не знаешь. Слушай, может быть, ты теперь с вами хочешь все-таки поговорить, а? Ну-ка, ну-ка. Ай, не могу это сделать! Что за проблема? Я пробовал разгадать эту глупую загадку весь день, но у меня ничего не получается. Хорошо, возможно, ты должен немного отдохнуть. Твоё имя, случайно, не Натан? Ну да, а ты кто такой? Меня зовут Канин. Аманда говорит, что ты мог бы помочь мне. А, то есть ты как раз собираешься спрости человечество, не правда ли? Да, я могу помочь тебе. Но сначала ты должен разгадать эту загадку. Угу. Кстати, я помню, это была та ещё проблема для меня. Что здесь пищит? А, это вот эти штуки. И они меня убивают. Обалдеть! Я, по-моему, не сохранялся, не правда ли? Обалдеть, просто обалдеть. Это жесть. Слушайте, кажется, я это сделал. Вау. Мне всё равно так кажется. Погодите-ка. Да! Сейчас он пройдёт по моей фигне и встанет как раз туда, куда мне нужно. Ух! Это... С одной стороны, это было нелегко. С другой стороны, кажется, я потратил на это не так уж и много времени. Ну, десять, может быть. В любом случае, готово, парень. Я совершил это. О, вот это да! Я не могу поверить, что ты сделал. Это действительно часть нашей мечты. В смысле, тот, который нам снился, типа того. Хорошо. Я сделал свою часть сделки. Теперь ты. Собираешься ли ты помочь мне? Дай угадай. Ты желаешь поговорить с матерью относительно артефакта, не так ли? Ну да, всё правильно. У меня есть друг по имени Джерад, наверное. Он может тебе помочь в этом. Ну, в смысле, помочь её найти. Хорошо, и где этот Джерад? Он в тюрьме. Ни черта себе. Да ты шуришь, но ты все еще можешь посетить его. А, ну хорошо, но он не говорит с незнакомцами. Ну, как же он тогда мне поможет? Ну, ты отдашь ему его длинный потерянный кулон? Ну отлично, теперь меня нужно найти кулон этого парня, не так ли? Не, он дал мне его давным-давно можешь взять? Ну хорошо, хоть так. Теперь у меня есть кулон, который я дам какому-то Джераду, если его зовут именно так. И всё в результате будет хорошо. Это мне очень нравится. А ещё мне нравится, что есть до бесконечности появляется мана. Ну, грубо говоря, мана. Не знаю даже, как её ещё назвать. Потому что если называть её Сейнити, то... Ну или, не знаю, там Сейнити Сирум или ещё типа того. Это было бы очень странно. Но в любом случае, как же мне достать этого парня и в какую нафиг ещё, блин, тюрьме? Это странно. Здравствуйте. Да, желает мне хорошего дня. Да, не может работать с этими маленькими монстрами она. Забавно. Кстати, тот парень, когда я читал её мысли, говорил мне привет, например. А ещё один парень, вот тот, собственно, которому я сказал стоять на кнопке, он, по-моему, мысленно говорил что-то типа того, что «Ух ты, неужели это тот самый мужик из наших снов?» Снов, снов, снов! Чёрт! О, чёрт! Чёрт, 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 чёрт! А! Так, вы все взорвались. Это я понял. Это хорошо. Да блин! Да блин! Не успеваю отреагировать. Да-а-а-а! Вот так-то лучше! Ещё раз. Нет? Так? Нет? А-а-а! Отстань! Тебе нужна такая граната. Понял ли ты меня или нет? Получи! Чёрт! Чёрт! Он меня добил! Вау! Если сейчас выяснится, что я ещё пока не сделал ту загадку, это будет жесть! Хотя я более-менее помню, как её делать. Да, я её пока не сделал. Обалдеть! Кстати говоря, я хочу вам кое-что прочитать. Например, смотрите. Вот я с ним разговариваю. Эй, я не думаю, что ты понимаешь. Если мне выпало спасти всё человечество, мне будет необходима помощь. Ну да. А мне нужно разговаривать эту чёртову загадку. И если ты действительно из наших снов, то уверен, ты сможешь это сделать. Ну да, наверняка я смог бы. Ладно, если ты разговариваешь загадку, я помогу тебе. Хорошо, что я должен делать? Я не знаю. Я не знаю. Тогда сказали, если ты сразу не получится, то постоянно повторяй и снова и снова. Ну ладно, звучит нормально. Давай постараемся. Ну да, если я читаю его мысли, он мне говорит «привет». Привет! Типа того. Зашибись. И как я это сделал в прошлый раз? Я помню, что я B поставил сюда. А что мне нужно, чтобы поставить B сюда? Хороший вопрос. О, кажется, я понял, что мне нужно, чтобы поставить B сюда. Мне нужно поставить всего лишь A сюда. Да, и когда я уничтожу B, тогда она сможет упереться в A. И тогда, собственно, начнется все веселье. Зашибись. В таком случае я ставлю B сюда. Что надо сделать дальше? Большой вопрос. Опять же. Какая? Где буква стояла? Я опять забыл. Ну, я предполагаю, что, наверное, D была где. Да, совершенно точно. A должна находиться... А где она, кстати, должна находиться? А, может быть, A должна находиться... Вот здесь, не правда ли? Вот здесь будет находиться A. Да, все, все, все. Теперь все логично. Смотрите сюда. Собственно, теперь я все это вам покажу прямо с комментарием. Эту штуку мы сдвигаем сюда. Она, так сказать, уходит с дороги. Теперь у меня здесь есть блок, который баллотирует D, когда D пойдет вот сюда. И теперь у меня, собственно, готов этот самый путь для C. Теперь мы сбрасываем C. Ну, и дальше вы видели. Дальше C у нас совершенно благополучно приходит в норму. Ну, вот я и прошел через все эти чертово белые шары. Ой, совершенно замечательно. Абсолютно совершенно прекрасно и великолепно. О, черт! Я сказал это слишком рано, не правда ли? Отстаньте от меня! Блин, как бы мне их по-умному убить? Да е-мое! Ну вот я и вышел из этого проклятущего боя победителем. Замечательно! Теперь у меня есть, собственно говоря, телекинез. Один из самых лучших и прекрасных талантов, какие я только знаю. Потому что он мне поможет достать другой талант. Наверное, не один из самых лучших, но я теперь смогу становиться невидимым. Не правда ли? Та-дам! Разумеется, я смог теперь открыть дверь, ура! И теперь у меня есть невидимость! Еще больше, ура! Совершенно не знаю, хочу ли я, кстати, полечиться на оставшиеся очки. Я думаю, что нет. Лечение вообще какая-то дурацкая вещь. Кому она вообще нужна? Так, что я хотел? А, я хотел невидимость, точно. Невидимость. Скажем, например, вместо крыльев сейчас ткнем. И все будет зашибись. Ой! 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 Ведь идея же была в том, что мне нужно было стать невидимым, болван. А, черт. Получай. Так, ну-ка, ну-ка еще. Фу! Даже, даже сохраняться мне особенно не пришлось. Или, возможно, мне не нужно было становиться невидимым. Даже не знаю. Могу ли я теперь выйти? Ну, замечательно. Наверное, теперь-то я точно хочу лечиться. Всего лишь плюс 50. Как мало. Прямо до отвращения мало. Сейф, е-мое. О, ничего себе! Это было действительно здорово! Благодарю за помощь, парень. Теперь мы в расчете. Что, ты так останешься здесь стоять? Я думаю, что побуду здесь некоторое время. Обалдеть. Ну и стой здесь. Если тебе так нравится. Ты в таком случае можешь, так сказать, расслабиться и не париться. Что-то в этом где-то духе. Так. А куда я теперь могу пройти? А теперь я могу, собственно, пройти мимо ученых. Ну, вернее, там мимо ученых. Там есть супер, так сказать, отслеживающие такие кругляшки. Вот с помощью невидимости, я думаю, именно там я и смогу пройти. Я думаю, также я ее воспользуюсь, я ее прямо здесь. Может, я не воспользуюсь, не знаю. Ну, вот, собственно, теперь я готов здесь пройти. Я совершенно в этом уверен. А, черт, это же совсем не тот талант. Вы знаете, кстати, я же совершенно не смотрел очень интересные таланты, которые, кстати, понятия не имею, что они значат. Вот, например, вот эта вот штука. Что она вообще делает? Например, вот суну я ее вот сюда. А что это вообще? Может быть, на тебе написано, что ты делаешь? А, временная защита от всех эффектов насчет огня. Понятно. То есть, это абсолютный иммунитет к огню он мне дает. А что еще есть? Ну, огненная стена это фигня, но все остальное мы знаем. А вот это вот что такое, кстати. Подавление огня создает сферу энергии, в которой временно, опять же, не работает огонь. В общем, черт побери, у меня какие-то просто мега огненные таланты. Очень интересно. Совершенно не помню, что здесь вообще. А, здесь было лечение, все вспомнил. Да-да-да-да. Все, лечение. Ну, теперь я могу теперь, соответственно, остановиться невидимо, очень так красивенько. Так, ты-дум-с. И все, и непонятно, где теперь я нахожусь. А я нахожусь теперь по другую сторону всей этой гадости. И здесь есть спуск вниз. Наверняка он ведет к Айкину, наверняка это будет отдельно грузиться. Только когда же я появлюсь-то уже? А вот я появился. Как здесь пройти? Серьезно, как здесь... Что здесь делаю вообще? Где я? Что здесь нужно, если мне здесь что-то нужно? Э-э-э... Я думал, что мне нужно будет оказаться тут, и что я сейчас все проблемы свои решу. А здесь как бы ничего и нету. Очень странно. А, может быть, слушайте, у меня есть идея. Наверное, сюда я должен пройти потом. А, наверное, сначала я должен пройти туда, где кто-то кого-то охраняет. И вот там, наверное, тот парень, который типа в тюрьме. О, это интересно. Ну вот, попытка теперь пройти здесь у меня будет. Да, мне нужно меня поединить так. Хорошо, приду попозже. Ну, мне же наверняка нужно именно туда, разве нет? Что вообще делаете? Чего тут охраняете? Я просто деру кого-то. Когда бороться с сианиками, там нет... Ммм, да. Проблема. Проблема. Только что, хоть и с записью, но забыв совершенно озвучить, я, кажется, все-таки сделал правильный выбор, а именно нужно было дать им значок. Ё-моё. Очень хорошо. Сейчас мы это сделаем то же самое, только, наконец-то, с правильной озвучкой от... Вы сами знаете кого. Погодите, а где у меня значок вообще? А, он у меня на Q, понятно. Держи значок. Я агент Кайн из отдела национального псих-контроля. Мы в настоящее время расследуем случай, который произошел вчера вечером, и я должен опросить свидетелей. Ой, извините, сэр, мы не получали никаких указаний относительно этого. Ну, это понятно. Вечно приказы никогда не попадают к правильным людям вовремя. Слушай, я отправлю копии распечатанных, так сказать, утром через факс. Тем временем мне просто необходимо начать свою работу. Ну, блин, а почему бы мне не позвать своего начальника, чтобы он высказал свое мнение по этому поводу? Не, ну, конечно, а почему бы тебе действительно не вызвать его прямо сейчас и передать все, что нужно? Я уверен, что он будет счастлив услышать, как ты рассказал, запомогать агенту ДНПК в расследовании псих-терроризма, который может выйти на глобальный уровень только потому, что кто-то в твоем отделе забыл показать тебе бумаги. Ты можешь также сообщить начальству, что если мы не получим необходимой информации, то ответственность, так сказать, падает на них, и мы, так сказать, будем разбираться с этим и всякое такое прочее. Я уже объяснил все это тебе, но ты все еще, так сказать, не впустил меня вовремя, и, короче, ты полный ублюдок. Они такие... Вы знаете, ну, вообще-то я не думаю, что нужно заставлять моего начальца все это слышать. Я уверен, что ничего не случится, если мы попалочную копию этих приказов утром. Ты ведь не забудешь их отправить по факсу, не правда ли? Ну, конечно же, в первую очередь. Хорошо, агент, можешь пройти. Спасибо, джентльмены. Ты просто... Чего? А, вы можете передать начальству мою благодарность. Да, опять же, спасибо, всякое такое. В общем, они меня, слава богам, наконец-то пропускают. Йоксель-моксель. Я уже даже не думал, что это когда-нибудь случится. Кстати, большой вопрос, могу ли я сломать это стекло. Очень часто могу ломать стекла, но вот это стекло я ломать не могу. Оставляется... Остается ли хотя бы какой-то... Нет, ничего не остается. Здесь остается, там ни хрена не остается. Ну и не очень-то и хотелось. Как убрать его? Ага. Все, ну и ладно. Эксперимент, так сказать, возможно удался, может не удался. Сложно сказать. В любом случае, кажется, это как раз та самая тюрьма, куда мне нужно попасть. Вопрос только в том, туда ли я вообще иду. Ммм. Как здесь все запутано. Это... Ага. И что? Я нажимаю эту штуку. Здесь открывается дверь. Кстати, которая подозрительно похожа на дверь из Half-Life 1. Серьезно, я такое уже видел. Ага, так. Бу-дум, бу-дум, бу-дум. А там маленький манчик, нет? Да? Неизвестно. Дверь, ведущая в неизвестность. Это любопытно. Я, пожалуй, даже сбегаю вот туда, чтобы на всякий случай проверить. Может быть здесь есть что-нибудь, что я должен был увидеть, но не увидеть. Ааа, не. Если меня не изменяет память, то оттуда, скорее всего, придет кто-нибудь потом. Или что-то в этом духе. Вообще мне интересно достать те таланты. Вот я когда пересматривал запись, я увидел, что у меня аж там талант этот так и не собрал, е-мое. И это полный отстой. Мне нужно собрать тот научный талант. Но я не знаю, как это сделать. Это мне очень сильно не нравится. Так. Тюрьмишко. Тюрьмишко. Кто ты такой вообще? Ай, ты когда-нибудь чувствовал, что тобой управляет какая-то сила? Как будто ты марионетка. Ну, вообще-то, ты должен это чувствовать, Кайн. Послушай его, действительно. Ты действительно думаешь, что никогда не сможешь добраться до конца игры. Чего? Конечно же, доберусь я до конца игры. Я, говорит, не хочу уходить отсюда, это интересно. А ты кто его ищешь еще? Или он говорил, на кого ты смотришь? Ну, не суть. Здесь, кажется, в этих двух никого нет. А в этих есть кто-то. Интересно. Опа. Это твое? О, черт, неужели я нашел этого парня? Ой, это мой кулон, спасибо. Ты должно быть Джерард. Правильно, откуда ты его знал? Мальчик по имени Нейтан дал мне твой кулон. Он сказал, что ты сможешь помочь мне найти артефакт, который я ищу. О, ты, должно быть, ищешь артефакт матери. Ну да. Чтобы встретиться с матерью, тебе надо использовать лифт секретной лаборатории за ее офисом. Чтобы активировать лифте, нужна карта с ключом, которая есть у меня. Я скрывал ее в течение нескольких месяцев, надеясь, что когда-нибудь она понадобится. Ну чего тебе? Так ты дашь мне эту карту? Если ты вытащишь меня отсюда, то я отдам ее тебе. Хорошо, и как мне это сделать? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что же, я смогу там все замкнуть, перемкнуть? Есть коробка на той стене, с переключателем, который управляет дверьми камер. Я могу открыть коробку, но ты должен будешь потянуть переключатель. Это звучит очень даже прикольно. И как ты собираешься, собственно говоря, открыть эту коробку? Ты будешь удивлен, что можно сделать из нескольких проводов, имея много свободного времени. Проверь-ка. Да? Ух ты ж, ё-моё. Вау, круто. А, благодарю. Мне нужно предупредить тебя, что открытие камер вызовет охрану и придет к срабатыванию защиты, которая охраняет все двери. Ну и как же мы тогда отсюда выберемся? Стена позади моей камеры тонка. И я достаточно мощным взрывом, ее можно разрушить. К сожалению, я не обладаю таким талантом. Но надеюсь, что у тебя он есть. Да, неплохое предположение. Великолепно. Я дам тебе карту с ключом, как только выйду отсюда. Это фигово. Это все нехорошо. Я надеюсь, что он это... Не завинтит? Не понял? Не понял? Не важно. А ты что думаешь? Парень. Я знаю, что могу взять этого парня. Чего? В смысле, подделать меня? Ты видишь этого маленького, мерзкого труба? Если я когда-нибудь выиграю отсюда, то уничтожу его. Неужели ты говоришь про того парня, с которым я договорился? Это плохо, если ты говоришь про него. Ладно. Сейв! У меня почти что нет никаких сил, ничего, но я надеюсь, что что-нибудь получится. Разумеется, все камеры открыты. Это я понимаю. Что насчет охраны? Вот, охрана офигела. Что за... Кто-то открыл камеры! Теперь они свободны! Они такие... Нет! Срочно закрыть двери, да? Да? Нет, нет. Они побежали прямо ко мне. Вау. И закрыли двери после этого. Понял. А что сделают эти ублюдки? Этот побежал такой? Вау. Это был удар демона. Это жесть. Так, погодите-ка. Блин, я не хочу умирать. Блин, 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 блин. Ага. Все, давай. Дать голову в черта! Вау. Вот этого я точно не ожидал. Охренеть. Ну что ж, кажется, эти ублюдки благополучно убили сами себя. Спасибо за ключ, карточку, Джеред. Мда. Вопрос только в том, имеет ли мне смысл, возможно, пройти к охране? Ну-ка, сейв. Я думаю, что у меня достаточное количество жизней, маны и всякой такой фигни, чтобы попробовать сходить назад. О, черт. Здравствуйте, народ. А, вы меня тупо закроете, не правда ли? Конечно, но эта магия насчет удара демона меня впечатлила. Или ты, наоборот, хочешь меня открыть, я не знаю. А, нет, точно, ты закупориваешь меня внутри. Большое спасибо. Теперь ты точно думаешь, что я отсюда не выберусь, а я, наоборот, выберусь. Ха-ха-ха. Ну, да-да-да, я понял, я понял. Что? А, ой-ё, ничего себе, они даже мост мне убрали. То есть, чтобы уж наверняка, да? Правда, я умею летать, но это же не так важно, не правда ли? А что здесь? А, лишние проблемки. Понимаю, понимаю. Более того, я, кажется, понимаю, что иначе мне не пройти. То есть, я имею в виду, что наверняка стена выведет меня не в совершенно новый какой-то мир, а наверняка просто выведет меня через ту дверь. Ну-ка, работает ли удар рукой? Что-то как-то нет. М-м-м, ладно. М-м. Возможно... Возможно, сработает луч. Дышь. О, ура! Луч сработал. Замечательно. Сейв! О! Возможно, мне имеет смысл кого-нибудь здесь еще убить лучом. Может быть, даже и нет. Пока ничего не понятно. Опа, на! Стена. Ха! А нафиг мне стена? А я не знаю, нафиг мне стена. Собственно... А, о! Эту тоже можно сломать. Ой, чёрт! Подождите, какого чёрта? Почему? А-а-а, там... Там есть стрелялка, мне кажется? Да, здесь очень много всякой интересной штуки есть. Ё-моё. Это фиговенько. Так, сейв! А-а-а! Блина! Слушайте, это... Это тяжеловато, это тяжеловато. Быстрая загрузка, как всегда. Вы знаете, что я по этому поводу думаю? Хм, а может, меня их, кстати, так убить? Не вижу это. Причиняет тебе вообще какой-нибудь вред? Вообще должно. Вот я даже вижу, там вроде как минус 40 было. А-а-а! А ну отпусти меня. Не-не-не-не надо, не надо, не надо. А-а! Чёрт побери. Вот теперь стреляй. А-а-а! Круто! Я сделал его. Тэнс? Ага, зашибись. Сейв! И я думаю, что мы всё-таки продолжим в следующий раз. Это был Фреймиздар, и мы выбираемся из этой ужасной тюрьмы. Бай.